всем привет как вы видите у меня в руках буквально такая вот на на коробка такая маленькая тонкая это не что иное как смартфон от фирмы motorola который называется moto g не так давно я делал обзор по смартфону moto x его можно будет взглянуть здесь слева по ссылке а этот же moto g позиционируется фирмы motorola как очень качественный но при этом довольно таки недорогой бюджетный смартфон и да его цена составляет в районе пяти с половиной шести тысяч рублей это конечно же очень мало но при этом как заявляет фирма motorola данный смартфон сможет работать чуть ли не быстрее какого-нибудь galaxy s4 что вполне вероятно учитывая то что в motorola используется голый android не отягощенный никакими лончерами шеллами и прочими другими оболочками мой товарищ заказал его себе в магазине амазон немецком поэтому как вы видите коробка еще запечатанная но вот здесь вот имеется вот такой вот горб в котором лежит наша европейская зарядка таким образом видимо упаковывает все эти смартфоны немецкий амазон я благодарю максима что вместо того чтобы самому распечатать данную коробку и насладиться своим ново приобретенным смартфоном он его отдал мне чтобы я мог снять для людей видео обзор спасибо большое макс я это очень ценю итак давайте откроем смартфон посмотрим что у него в комплектации идет заодно оценим дизайн качество сборки естественно материал откроем коробку забавно да у них получилось что каким-то образом они запаковали еще раз приложив вот такой вот европейскую зарядку хотя уже понятно что сама заводская заводская упаковка это вот она и есть а то уже нанесена просто сверху скотч мотороловский заводской ничего не открывалась вот так выглядит зарядное устройство кстати я бы не сказал что это устройство от моторолы видимо это просто инициатива амазона то есть то что они положили в комплект чтобы их покупатели не искали ничего никаких переходников не искали в магазине это конечно разумно у нас обычно просто максимум еще могут продать переходник с одной розетки на другую вот так вот моторолка выглядит в коробке уже пока его сторону посмотрим если здесь еще что-нибудь выходит что в комплектации вообще не предусмотрена зарядка или может быть это какой-то отдельный отдельная упаковка конечно в чем я сомневаюсь но здесь лежит только шнур юсб на микро юсб белого цвета я так понимаю там больше кроме бумажек ничего нет да действительно так и есть сразу посмотреть как открывать его правильно ну шнур распечатывать доставать смысла не вижу обыкновенный белый ничего не из себя особого не представляющий юсб на микро юсб шнур теперь перейдем к самому смартфон конечно же я скажу честно я впервые своих руках держу настолько качественно выполненный бюджетный смартфон обычно они представляют из себя довольно таки плачевное зрелище здесь же по ощущениям в руке я бы сказал что держу руках такой вот солидный дорогой увесистый смартфон снимаем пленку и начинаем смотреть что представляет из себя motorology я впервые держу в своих руках бюджетный смартфон который совершенно не похож на бюджетный то есть моих руках такая довольно таки увесистая вещь с таким классным дизайном с таким вот приятным soft touch покрытием сзади напомню что крышки у moto g съемные и motorola предоставляет там буквально миллион различных расцветок которые вы можете там приобрести отдельно и потом в зависимости от настроения или вкуса менять давайте сравним габариты moto g с айфоном 5s как вы видите при схожих габаритах moto g имеет экран четыре с половиной дюйма а здесь у айфона 5s всего 4 дюйма конечно на мой взгляд у айфона критически маленький экран на котором мне очень неудобно работать не говоря уже о том что неудобно играть здесь же при вот таких вот габаритах которые подойдут большинству людей имеется уже четыре с половиной дюйма экран это уже довольно таки комфортно можно пользоваться смартфоном вес у этого устройства очень приятный вот как я говорил ранее я люблю когда вещь в том числе смартфон такая вот немного увесистая не не перебор не чтобы она была какая-то очень тяжелая а именно вот такая вот увесистая добротная вещь в руке если сравнивать по весу с айфоном 5s то я бы даже сказал что moto g весит немного побольше чем iphone 5s несмотря на то что здесь применяется металл и прочие моменты а здесь металла я так понимаю практически нет только вот эти вот кнопки включения и кнопкой громкости похоже что они металлические давайте посмотрим ближе кнопки конечно классные да это однозначно или какой-нибудь металл или или какая-нибудь керамика наподобие той что они использовали в nexus 5 но похоже больше на металл здесь сзади мы видим вот такой вот крупный глазок 5 мегапиксельной камеры вспышку перфорацию я так понимаю мультимедийного динамика вот такую вот впадинку с логотипом motorola люди говорят что когда они совершают голосовые вызовы то палец очень удобно ложится в эту впадинку я это подтвердить не могу со своими большими руками у меня естественно телефон палец никуда ни в какую впадинку не ложится для меня он тоже можно сказать что критически мал но тем не менее экран здесь уже четыре с половиной дюйма а а значит что даже я бы смог им пользоваться довольно таки комфортно здесь снизу по центру мы видим отверстие micro usb и отверстие голосового микрофона как вы видите по торцу здесь происходит соединение между задней матовой поверхностью и вот такой вот глянцевой рамкой передней стороны то есть получается такой вот дизайн спереди он глянцевый весь блестящий сзади он вот такой вот приятный матов сверху мы видим отверстие второго микрофона отвечающего либо за шумоподавление либо за запись стереозвука в режиме видео и разъем три с половиной миниджек для наушников вся передняя поверхность moto g покрыта стеклом подобный стиль оформления уже давно используется корпорации google и мне она по душе когда нет никаких лишних кнопок нет никаких лишних логотипов и прочих вещей просто выключенном состоянии стекло полностью сливается экран вместе с корпусом образуя вот такую вот глянцевую поверхность это конечно здорово здесь используется защитное стекло gorilla glass 3 и судя по тому как скользит палец с олефобным покрытием здесь тоже все в порядке и в этом плане проблем не возникнет что касается бортиков то здесь тоже опять же пальцу не за что зацепиться то есть все гладенько тоже ничего не вызывает никаких вопросов здесь сверху мы видим фронтальную камеру различные датчики и вот такую вот металлическую красивую решеточку разговорного динамика с левой стороны на торце совершенно нет никаких кнопок с правой стороны мы видим удобную кнопку включения как раз таки она расположена там куда ложится большой палец то есть никто не выдумывал никаких велосипедов там с кнопками сзади сверху или еще где-то каком-то более неудобном месте здесь все находится там где должно быть под большим пальцем кнопка включения и опять же под большим пальцем кнопка регулировки громкости это конечно здорово дизайн этого смартфона я уже хвалил в обзоре moto x напомню что moto g это не что иное как более бюджетная версия того самого moto x так вот дизайн здесь очень классный приятные линии такой вот он весь округлый всякие вот такие вот скосы присутствуют то есть смартфон отлично лежит в руке при этом совершенно не ощущается как какая-нибудь там дешел дешевая поделка то есть такой добротный приятный дорогой смартфон я напомню что в отличие от moto x крышка смартфона moto g съемная и вы можете открывать ее менять крышки покупать новые какие-то оформления сейчас вот я единственное попробую как это делается насколько это все удобно открывается я нигде не вижу не вижу никакой зацепки то есть единственная зацепка за которым мы можем тянуть это сам само отверстие разъем micro usb я не скажу что это легко и удобно даже начинают возникать сомнения на самом деле он разборный или нет так можно и все ногти себя отодрать все таки да все таки корпус разборной разбирается просто я сначала побоялся применять силу потому что вдруг чего делаю не так защелки довольно таки прочной цепки никак у самсунга что только потянул он чик-чик-чик легко разобрался здесь довольно таки сложного расколупляется вот так выглядит задняя крышка она довольно таки тонкая можно сказать что она совершенно не гнется не гнущиеся такая вот довольно таки упругая конструкция такие вот мелкие защелки итак какие возможности открываются перед нами после того как мы снимем крышку они каких только возможность вставить микросим карту но и возможно если надо ее менять больше здесь ничего делать нельзя 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 менять аккумулятор как увидите он находится под вот этой вот soft touch крышечкой которая идет здесь на вот этих болтах то есть и какой-то быстрой замене речи не идет вообще здесь вот такая вот интересная сеточка мультимедийного динамика переливается единственное что повторюсь очень удобная возможность менять покупать какие-то другие расцветки крышки возможно какие-то даже будут разные фактуры исходя из опыта который есть у moto x там миллион различных крышек под дерево под еще что то то есть там возможностей кастомизации задней крышки хватает сейчас я ставлю свою sim карту и включу смартфон так как я использую постоянно множество различных смартфонов я сразу взял наносим карты все сделал и если нужно вот такой вот переходничок применяю защелкиваем все это дело и включаем смартфон мне сейчас очень интересно будет ли в этой моторолке русский язык потому что в тех моторолах которые были у меня последнее время это moto x а также ребята писали в твиттере что даже самая история и у razer max и прочих там нет нет русского языка не было русского языка это сразу говорило о том что как бы его не планировали продавать там буквально там по всему миру здесь вот я наблюдаю ту же самую историю как бы языков вроде как хватает не так мало но русского языка среди них нет есть польский но нас в этом случае опять же обделили ладно выберем английский для меня это никакой конечно же проблемы не представляет но для тех людей которые не знают там даже как-то нет начальных познаний английского языка будет сложно в этом плане вот так выглядит moto g со включенным экраном что касается качества экрана то не забегая наперед я могу вам сказать что здесь используется очень классный экран нам буквально пять минут покрутив его в руках я не нашел не ничего к чему бы я мог придраться то есть углы обзора шикарный я впервые вижу в бюджетном смартфоне экран такого высокого качества также стоит отметить что здесь не фулл hd экран как мы привыкли видеть здесь используется hd экран но при размере четыре с половиной дюйма этого вообще за глаза при этом соотношение пикселей мы получаем в районе 320-330 ppi поэтому разглядеть какое-то строение пикселей на мелком тексте или еще как-то не представляется возможным также стоит отметить что обычно когда меня спрашивали о том какой я могу порекомендовать бюджетный смартфон на андроиде я говорил что бюджетный смартфон на андроиде брать нежелательно потому что все они тормозные все они только разочаруют вас вы будете говорить об андроиде как о чем-то глючном тормозном поэтому я всегда рекомендовал брать какие-то флагманы здесь же начиная вот с этого девайса я смогу рекомендовать вам и вот этот бюджетный смартфон который при том при всем остался очень быстрым очень приятным устройством но вот в принципе все что я мог пока вам рассказать о данном девайсе естественно пройдет два-три дня я уже попользовавшись им смогу о чем-то рассказать более подробно всем спасибо за внимание пока пока а